Дорогие коллеги, друзья, добрый вечер. Ну что, я рад вас приветствовать на нашем четвертом занятии по продажам. И мы будем сегодня продолжать раскрывать тему о том, как сетевику уже в первый месяц заработать свои первые деньги. Ну и вы понимаете, что все равно сетевой маркетинг, особенно продуктовый, который стоит на клиентах, там неизбежно должен быть такой серьезный пласт людей, которые обслуживают или, правильно говорить, оказывают сервис конечным клиентам, где довольные клиенты на регулярной основе, ну как по подписке, покупают продукты. Вот мы сегодня продолжим с вами эту тему. В прошлый раз, в прошлый вторник, на большом уроке Войнова, мы закончили такой очень важный момент, чтобы человек понял, что он покупает не просто баночки, да, здравствуйте, Татьяна, а он покупает наставничество, ведение, в собственном смысле образование, внедрение полезных привычек в свое домохозяйство, вообще-то говоря, изменение майнсета. То есть фактически к покупке просто продукта прикладывается вот тот нематериальный актив в виде вас или вы тут являетесь шлюзом, обеспечиваете доступ, или, как мы говорили, вот этот сервис, вот к этому пулу наставничества. Я вам рекомендовал бы еще раз посмотреть, возможно, это занятие, потому что, на мой взгляд, это такая важнейшая вещь, и если ее донести до конечного клиента, то тогда он вообще с вами не будет никогда торговаться по цене. Он будет понимать, что ту ценность, которую он приобретает в лице, повторюсь, не баночки, а в лице вас, как наставника, ну или как вот этого провайдера, да, в новую лучшую жизнь, более долгую, более качественную. Это стоит, ну, невозможно посчитать, сколько стоит год жизни, правда же? Ну, то есть он бесконечно дорого стоит. Поставьте, пожалуйста, мне здесь вот плюсики, если вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз, и понимаете, что я сейчас имею в виду. Ну, а сегодня я вам припас еще там порядка 20 пунктов, поэтому следите за мыслью, записывайте, и если будут какие-то вопросы, конечно же, задавайте здесь, вот прямо в режиме реального времени. Ну, поехали. Значит, что будет вести к покупке? Прямо вот сегодня, не когда-нибудь? Что будет являться триггером? Я буду эти подсказки сегодня, как обычно, расшивать. Итак, с вами Валентин Воинов, и мы говорим на четвертом уроке про продажи. Мы же должны будем сказать нашему клиенту или потенциальному клиенту, внимание, про безопасность. То есть, смотрите, у людей, которые живут в своем мире, они находятся в своих стереотипах, у них есть какие-то, возможно, там, семейные врачи, у них есть их привычные протоколы потребления, там, омеги, витамина Д3, что-нибудь еще. У него есть какие-то свои заморочки в момент критерии выбора продукта. Он может это не сказать, но один из моментов, а точно ли это безопасно для меня, а если это берет женщина, безопасно для детей. Ну, там, я не говорю о том, что вырастут у меня копыта, или там, не знаю, отвалится у меня селезенка. Нам нужно вот момент этой презентации действительно показать и обосновать, что, слушай, я сейчас скажу, наверное, ну, такую крамульную вещь, но важно, чтобы смысл уловили. Смотри, вот то, что ты покупаешь здесь, это даже безопаснее, чем то, что ты покупаешь в супермаркете. Уловили мысль? То есть, твоя привычная схема потребления, вот купил ты стиральный порошок, насколько он безопасный, которым ты пользуешься? Или купил ты сегодня яйца, точно они там без сальмонеллы? Или купил ты в кафешке там какой-то, не знаю, манты? Это точно безопасно? То есть, с какими руками это делал человек? Как он тебе это подавал? Насколько качественные там ингредиенты? Ну, то есть, он же про это не задумывается. А здесь у него эта мысль может быть, он ее может сам не осознавать и не сказать, но вы должны подчеркнуть эту безопасность. Итак, ну, например, в нашем случае мы говорим, смотри, это 100% экологический продукт. То есть, там нет никакой химозы, там нет никаких красителей, там нет никаких консервантов, там нет никакого ГМО, там даже воды нет. Я обычно в данный момент беру упаковку, это тоже классный хинт, показывать упаковку. Смотри, это даже крафтовая упаковка, которая даже растворяется, ну, как, не оставляет после себя ничего, она там в земле просто разлагается. И вот здесь у нас есть такие печати, их прям прикольно показывать. То есть, это не просто нарисованная нами, а каждая печать, она подтверждена. Ну, то есть, какой-то бумагой, каким-то сертификатом, каким-то документом. И вот то, что написано, без ГМО, без красителей, без сахара, вот прям вы можете читать, там без там глютенов. И тут есть еще у нас две таких интересных медали, где написано, что это лучшее для России и что там здоровое питание. То есть, это выставки, на которых там просто наш продукт победил. И у нас, знаете, у нас был даже какой-то разговор, мы говорили, слушайте, а чем мы не выставляемся на выставках? Да можно было бы, у нас просто некуда место уже эти печати ставить. Ну, то есть, в этом есть просто небольшой смысл. Но это все показывает человеку про некую экологичность и значит безопасность продукта. То есть, он не синтезирован. Еще можно сказать, я часто это использую для тех людей, которые уже как-то пользуются БАДами, витаминами, ну, или вот экспертами. Для них очень хорошо работает фраза, что это GMB стандарт. То есть, смотрите, это не стандарт прям продукта, а это стандарт производства. То есть, само производство, оно имеет, ну, разные степени стандартизации. Вот GMB стандарт, это тот стандарт, на котором выпускается лекарство. Да, на нем выпускаются и БАДы, а мы по этому стандарту делаем что? Пищевой продукт, функциональное питание. То есть, никто не делает там творог по GMB стандарту, правда же? Никто не выпускает там сок, который стоит в тетропаках по GMB стандарту, а мы выпускаем функциональный продукт по GMB стандарту. Ну, то есть, это вот очень мощное, ну, так называемое, УТП, уникальное торговое предложение, которое вам помогает обосновать человеку безопасность для его использования. Дорогие коллеги, напишите слово безопасность, да, здравствуйте, Марина и все остальные, что вам понятно, что мало сказать слово безопасность, а нужно ее обосновать. То есть, смотрите, фишка в продажах. Вы ему говорите что-то, а он в своем мозгу делает вывод. То есть, если вы скажете слово «это безопасный продукт», оно не уляжется, оно не усвоится, оно пролетит и не закрепится, потому что обоснования нет. А когда вы будете говорить то, что говорил я, что это GMB стандарт, что там нет химозы, что там нет красителей, там нет сахара, нет ГМО, там нет глютена, нет ничего остального, тогда у него будет вывод, что это безопасно. А если у него будет вывод, что это безопасно, тогда он поймет, а, тогда это значит можно и детям. Понимаете, как это работает? Вот так у нас устроены наши когнитивные функции. Да, большое спасибо Евгению, что написали это слово. Если у тебя непонятно, тогда что? Задавайте вопросы, я что-то еще раз уточню. Едем дальше. Очень круто в продажах работает история. Но мы с вами говорили истории ваши, ну типа до и после, или истории ваших клиентов, клиентов, или может быть общих знакомых, это да. Но смотрите, мы говорим еще про истории продукта, то есть истории создания продукта, что это не тот продукт, которому безгоду неделя, не тот продукт, который там какие-то бабулечки там в ступе натолкли, они что-то сделали, да, там у себя там кустарным образом на веранде, а что это имеет определенную историческую подоплеку. Да, Марин, про то, что это есть там стандарты и там сертификаты американские, но это не GMP, это FDA, ну как бы это отдельная история, я даже про это не говорю. Может быть мы еще к этому вернемся, по-моему я это говорил на втором уроке. Да, да, про то, что это написано, конечно, да, это стоит тоже показывать, что если у нас есть сертификация европейская, что у нас есть сертификация таможенного союза, что если у нас есть сертификация FDA, если у нас есть там холярный сертификат и там бездопинговый сертификат, наверное это чего-то стоит, то все эти документы можно перечислять, конечно же. Про историю. Мне кажется, это недооцененная вещь. Когда у меня есть побольше времени, чтобы рассказывать о продукте, я прям реально рассказываю, смотри, ну с точки зрения хвои, как сырья безопасного, мы уже говорили, то есть что у хвои есть некие, некие три уникальных качества. Я говорю, смотри, хвоя висит на дереве порядка 10 лет и не опадает, это уникально, то есть далеко не каждое растение, да, там листочки 10 лет хранит на дереве, на дереве. Хвоя, пожалуй, единственное на планете растение, которое в Сибири может выдерживать на солнце и зимой практически до минус 50, то есть вот этот перепад 100 градусов, ну какое еще растение столько выдерживает? Ну попробуй, положи кактус-морозилку минус 18, что с ним будет? Ну ничего, да, хорошего не будет. Вот, то есть висит долго на дереве, то есть успевает накопить много полезных свойств, веществ из корней, из атмосферы, ну поэтому концентрация высокая. Выдерживает такую температуру, то есть высокоживучая. И очень интересный факт, что когда хвоя падает на землю, она не гниет, не гниет, то есть вот листва гниет, а хвоя нет, она высыхает. Именно, кстати, по этой причине вот лесозаготовительные компании, их часто обязывают утилизировать хвою. Ну то есть ее закапывать обязывают или сжигать, соответственно, ну а это своим определенным образом портит лес, ну и расходы требует. Вот, ребята, напишите слово хвоя, что вам понятно, почему это сырье, но и хвои нет никаких стереотипов. Когда говорят, слушай, у нас там какие-то водоросли в нашем продукте, не хочу не обидеть никакую компанию, или там какие-то еще субстракты, блин, ну водоросли, блин, тот, кто живет у моря, может какие-то водоросли и видит, но, наверное, нет. А хвою-то точно все видели. Мне кажется, что в каждом городе, по крайней мере Российской Федерации, да и не только, можно выйти и просто пожевать эту хвоинку. Отлично, да, спасибо, спасибо, спасибо. Значит, и в чем эта история, смотрите, мы говорим, что вот этими тремя свойствами хвои еще в 30-е годы заинтересовались тогда еще советские ученые в лесотехнической академии Ленинграда, тогда еще Ленинграда. Это исторический факт. И тогда они в 30-е годы стали ее изучать. То есть, мы говорим, что продукту вот этому локомотивному, да, флагманскому, Т-8 Экстра именно, его фактически исследованием сколько? Почти 100 лет будет через 8 лет. 92 года. Ну, это же круто звучит. И потом, когда в 30-е годы первое, что научились сделать, это хвойную пасту, это же прям рассказывают, там ее мелко-мелко там резали, убирали всю эту шелуху, оставалась такая коричневато-зеленовато- жидкость. Не жидкость, а такая кашеобразная такая субстанция, она еще дурно на самом деле пахнет, но капец, каким высоким содержанием полезности обладает. И один из градиентов здесь, это самая хвойная паста. У нее есть современное название CGNC или там хлорофилл-каротиновая паста. О чем это говорит? Много хлорофилла и каротина. Ну, какие-то полезные штучки. Вот эти термины, которые я говорю, там хлорофилл, каротин, там CGNC, это некоторым образом вот эта терминология показывает вашу экспертность. Поэтому иногда можно такие вещи говорить. Но главное здесь, еще раз, исторический факт, что более 90 лет как стали эту штуку исследовать. И во время Великой Отечественной войны, когда была блокада Ленинграда, друзья мои, это тоже исторические факты. Именно эту хвойную пасту добавляли в блокадный хлеб, потому что он был сделан из ничего, а добавляли, потому что в ней много полезного было. А потом, когда уже ее немного оставалось, ей обрабатывали раны и ожоги ополченцам и вмазывали детям в десна против цинги. Это исторические факты. Таким образом, можно говорить, фактически, вот этот фактаж, там почти что 90 лет назад тысячи людей, может быть даже десятки тысяч людей, на которых прошли, прошу прощения, клинические испытания. Вот вольно, невольно, хорошо ли, плохо ли, но это, повторюсь, говоря эту историю, мы говорим о том, что эта штука проверена практически уже веком. Представляете? Вот в такой форме. Ну, а дальше можно рассказывать, если вы знаете историю про солодки, про вот этих ученых, которые все это делали, можно про это рассказывать. А можно просто рассказать. Дальше уже были в 50-х годах и научились в 50-е, 60-е годы выделять клеточный сок пихты, это железо и мальтол, коронавирусый, железо-мальтольном комплексе. Ну, а дальше, через пару десятков лет научились добывать полипринолы. То есть, полипринолы, это тоже та штука, которая уже несколько десятилетий на самом деле существует по отдельности. Но только что и на каждый этот ингредиент есть в том числе клинические испытания. Не только на животах, на людях клинические испытания. Просто никому в голову не приходило, что сделать? Создать Сибэкспи-комплекс. Все эти три компонента вместе хвойная паста, полипринолы и клеточный сок пихты и получился Сибэкспи-комплекс, что является нашим патентом. Это наша научная разработка. То есть, не кустарная разработка, научная разработка, которая подтверждена патентом. Вот, ребята, я сейчас рассказал, может быть, слишком это подробно, но главное, что я хотел бы, чтобы вы в момент делания продажи, и не важно, вы в компании Вилови работаете или в другой, но если у вас есть отсылка к истории, к каким-то историческим фактам, это очень круто звучит с точки зрения продаж. Напишите слово «история», если вам понятно, дорогие коллеги, что это является серьезным аргументом вот на эти весы, когда человек готов что-то у вас приобрести. То есть, связка с историей. Прошу вас писать это тоже. Что еще? Дело в том, что, да, благодарю, у, все равно, видите, форма продукта такая, ну, я вам показывал в прошлый раз, да, такая баночка, там, пипетка, и это выглядит как бат. А если вы разговариваете с докторами, то они часто называют этот продукт препаратом. Вот, смотрите, это критично важно для позиционирования продукта. Позиционирование, помните, я вам тоже рассказывал на первом занятии, это то отличие, это та отличительная полка, куда потенциальный клиент положит нас в сравнении с другим. Или он положит это, что это лекарство, или он положит, что это бады, или он положит, что это, внимание, функциональный продукт, то есть, это пищевой продукт. Получается, если это лекарство, он будет сравнивать с другими лекарствами, если это бад, он будет сравнивать с другими бадами, ну, или витаминами, многие не дифференцируют, если честно, или он это будет сравнивать с пищевым продуктом. Поэтому нам очень важно, чтобы в голове у вашего потенциального клиента сравнение было корректное. И тогда он не будет назвать это препаратом или БАДом. Но вопрос не в названии. Вопрос, какие у него происходят в голове, сравнительные характеристики. И поэтому мы ему говорим, слушай, это функциональное питание. Что это такое? Ну или там суперфуды, как говорят. Функциональное питание – это продукт, который обладает определенной выраженной функцией. Или в нем содержится, если суперфуды, высокая концентрация полезностей. Например, покупаешь ты сегодня помидор или яблоко, какая там концентрация полезностей? Какая там функция? Да практически никакая. Здесь это есть. Вот таким образом мы говорим, это круче, чем то, что ты покупаешь в супермаркете. Это круче, чем то, что ты покупаешь на рынке. Даже если это экологически чистый продукт. Ага, ну вот, Марина, видите, пишет какую очень интересную историю. Ну то есть я бы прям, ну такие случаи, что когда люди от БАДов умирают, это, конечно, трагедия. Я бы не связывал, ну прям это с БАДами. Хотя я не знаю там, что было. Ну я думаю, что там разобрались они, в чем дело. От продуктов функциональных людей лучше должно становиться. Никто не должен умирать. Лучше должно становиться. Ну давайте пойдем дальше. Смотрите. Чем этот функциональный продукт отличается от других? Понимаю, говорю, нет воды. Нет воды. Получается, что если, например, ты покупаешь в супермаркете сок. Как ты думаешь, какой там процент воды? 90% или сколько? Когда ты покупаешь, ну что-то вроде бы полезное на рынке, какая там концентрация суточных порций? Вот ты купил там килограмм морковки, сколько там суточных порций какой-то полезняхи? Непонятно. А здесь мы говорим, смотри, здесь 25 суточных порций Сибэкспи-комплекса. Ну или если про Сибэкспи-комплекс, то мало кто знает, можно говорить 25 полных суточных порций полипринолов. Чтобы тебе получить суточную порцию полипринолов, для сравнения, тебе нужно съесть примерно 13 килограмм морковки. Что мы сейчас только что сделали? Мы добавили еще одно вот это УТП и сравнительную характеристику. С одной стороны, человек может понять и посчитать, сколько нужно возни, чтобы переработать, да, там, 13 килограммов морковки, что каждый день ты столько не съешь. И, в принципе, морковка же недорогой продукт. Ты можешь посчитать, сколько стоит 13 килограмм морковки и сравнить, сколько стоит, например, суточная порция этого продукта. То есть мы сейчас начинаем побеждать и по здравому смыслу, и еще и по цене. Понимаете, как это работает? То есть это еще один аргумент в сторону продаж и в сторону правильного сравнения. Что еще можно сказать? Следующий пункт, мы говорим, смотри, поскольку это пищевой продукт, поскольку это стопроцентный органик фуд, он совмещается с чем угодно. Это тоже говорит в сторону безопасности, потому что у людей могут быть разные заболевания, у них могут быть какие-то свои диеты, у них могут быть какие-то свои пищевые стратегии, все что угодно. Мы говорим, смотри, не так важно, как это пить утром или вечером, до или после еды. Пьешь ты какие-то лекарства или бады, или не пьешь ты какие-то лекарства. Есть у тебя какая-то диета, даже если ты веган или нет, это у тебя какое-то там предпочтение пищевого. Эта штука совмещается со всем. Ну, и тут еще можно, знаете, как я вам говорил на втором занятии, прибегать к определенным, таким, знаете, картинкам и аллегориям. Ну, я говорю, вот я прожил в Сибири больше 30 лет, и у нас в Сибири предпочитают строить санатории, ну и вот дома отдыха, где там подлечивают людей, именно в хвойных лесах. Ну, про фалавоноиды я даже говорить не буду, а мы говорим о том, что хвойный воздух по какой-то причине, вот даже можно не говорить там по каким-то исследованиям, он лучше, чем всякий остальной воздух. Более такой восстанавливающий, более лечебный. И ведь правда, этот хвойный воздух совмещается с чем угодно. Понимаете, вот такое простое, может где-то немножко дурацкое вот такое сравнение, но прикольно работает и снимает вот этот вот налет, если человек вдруг переживает, точно ли это безопасно. Поэтому мы говорим, слушай, это сочетается со всем чем угодно. И с лекарствами, и с едой, и с любым приемом пищи, всего остального. Что еще? Чтобы показать его концентрацию, знаете, часто, вот я говорил про концентрацию нет воды. Это очень хорошие фразы, я бы вам рекомендовал их использовать. Но если добавить вот такую фразу, я говорю, ты знаешь, сколько здесь переработано хвои? Я знаю, что ходят разные мнения, что две взрослых пихты тут может быть. Ну вот где-то даже такое мнение я встречал. Одна пихта, по-моему, это около 200 килограмм хвои, на всякий случай. Так вот, друзья мои, я говорю так, вот чтобы в шок человека не повергать, я говорю, здесь переработано несколько ведер хвои. Вот представьте, это 10-литровое железное ведро, наполненное хвоей. Вот сколько нужно человеку время, чтобы эти иголочки повытыкивать, да, и набрать вот хвою. И что это там, не знаю, 3-4-5 ведер. И вот это все. Представь, отжато, вся шелуха убрана, и вот эта вот вся вкусная вот эта жижа, паста и полипринолы, маслянистая фракция, но это не масло, которое там в печке, там в сауне, да, на камни кидают. Вот это здесь. Представляешь, какое-то концентратище. Вот таким образом, это фишка, которая очень круто работает. Что еще можно дальше говорить? Следующие аргументы накидывают. Смотрите, часто мы можем видеть, что вот когда мы начинали, в 2016 году, слово полипринола никто не знал. И даже статей по этому поводу было очень мало. Но сегодня полипринола достаточно известная вещь, особенно среди нутрициологов, диетологов, ну, там, врачей, превентивной медицины, ну, и, в принципе, таких современных врачей, интегративной медицины. И много-много-много статей есть. И на русском языке, и на английском языке. Поэтому всегда можешь сказать, что ты можешь зайти, набрать в поисковой строке слово полипринола, вообще узнать, что это такое. Насколько это крутая штука. Так вот, можно говорить, ты знаешь, мы единственный, повторюсь, единственный функциональный продукт, в котором полипринолы в 90% чистоте. Ты дышь. То есть, понятно, что есть другие какие-то продукты. Конечно, они не с Сибэкспи-комплексом сделаны. Но там что? Знаете, вот есть золото, когда ты берешь там 500 там какой-то там пробы, а есть золото, да, там 900 какой-то пробы. Вот ты бы какое хотела, чтобы у тебя было золото для обручальных колец. Потому что для тебя. Понятно, что чем выше пробы, тем лучше. И здесь мы говорим, смотрите, да, наше УТП, что единственный в мире продукт пищевой, функциональный, с 90% чистотой полипринола. Каково вам? Это сразу репозиционирует нас по отношению к конкурентам, ко всему остальному. То, что я многократно уже сегодня... Видите, я почему кручу этот продукт? Видите, мне даже его не хочется из рук выпускать. Мне очень нравится держать в руках эту коробочку. Она прикольная на ощупь, вот этот крафт. Видите, такая есть пломбочка. Ну, то есть, он вообще так сделан. Пахнет даже так вкусно. Немножко картон, немножко хвоей пахнет. Когда, если вы сидите лично и даете человеку лично, он все это видит, щупает, это реально очень трудно выпустить из рук. И если вы на встрече, вот онлайн, проводите эту встречу, и уже дошло до момента, что можно показывать продукт, и вы его показываете, да-да-да, то это очень тоже, на самом деле, классно. Видишь, оно показывает ваши отношения. То есть, он у вас есть, и, знаете, если вы его будете отдавать, вы его как от сердца даете. От себя. Помните, да, есть такая фраза классная, от сердца к сердцу. От сердца к сердцу. И вот этот вот жест, вот такой, ой, Лен, спасибо большое, что вы пишете, он по невербальным признакам считывается, что вы не торгаш, который продает то, что он не употребляет, то, к чему у него нет отношений, или даже то, что он не любит. А это показывает ваши отношения к этому. Вот, друзья, напишите, может быть, слово сердце, что вы уловили вот этот смысл, от сердца к сердцу. И вот эта вот вещь, когда вам, ну, не то что, может быть, даже жалко, да, то есть, это ваша роднулечка, вы так это любите, у вас на этом есть результаты, у вас, у родителей, там, у детей, и вы его, ну, как, предлагаете, не просто в продажу, а предлагаете вот с этим наставничеством, и с любовью вот с этой. Поэтому вот это сердце, любовь, очень классный посыл, который вот создает определенное нейронное поле. Да, большое спасибо, что пишете, большое спасибо. Ну что, едем дальше. помните, мы говорим про определенную безопасность для людей. Сегодня один из бичей, одна из проблематик у людей, это всякие аллергены. И очень многие люди в той или иной форме, ну, так или иначе аллергики, правда же? И вот эту фразу тоже можно сказать, она бывает, всплывает в момент возражений, но вы можете сказать ее превентивным образом, когда вот даете, ну, как, накидываете вот эти вот УТПшки к человеку. Я говорю, ты знаешь, хвоя, как сырье, один из самых неаллергенных элементов на планете. То есть, если вы забьете, опять же, в поисковой строке, там, в Яндексе или в Гугле, ну, вот эти природные аллергены, то вы увидите, да, что хвоя, там, где-то в самом-самом конце, то есть, что она не вызывает вот каких-то аллергий и побочных эффектов. Это тоже, вот эта фраза, она кладется на полку безопасности для людей, которые, ну, имеют, к сожалению, ну, какие-то накопленные свои поломки. И где-то, я думаю, вы наверняка видели на наших каналах, на отзывах, вот в нашем большом канале, где там больше 12-13 тысяч отзывов, вы видели истории, да, людей, у которых были аллергии и не стали. Вот, то, что у человека аллергия на хвою, друзья мои, я такое, наверное, встречал один, два, там, или три раза, вот за всю свою 12-летнюю историю. Ну, с тайгой мы работаем с 2016-го года, ну, сколько там, 8 лет. Вы знаете, я, если честно, не очень в это верю. Ну, то есть, это что, это человек приходит в хвойный лес, в лес, и у него аллергия. Вот это, на это у него аллергия, на воздух хвойный. Скорее всего, это какое-то совпадение, и, скорее всего, это что-то другое является триггером на эту аллергию. И, вообще-то говоря, вот если дальше в этом разбираться, ну, это уже отдельно немножко вопрос. Давайте я сюда схожу, раз, если в лесу говорит, значит, тогда ему не надо. Да. Это такой, наверное, один на миллион. Один такой, реально на миллион. Ну, это просто уникум. Но, повторюсь, смотрите, аллергия, это не смертельно. Аллергия, это вот такая гипертрофированная реакция организма на какой-то раздражитель. Можно попробовать не в дозировке две полных пипетки, а может по одной капельке приучать свой организм к этому продукту, попробовать и понаблюдать за ним. Может быть, все сильно изменится. Это просто вот такой совет, он редкий, я поэтому на нем долго останавливаться не буду. Едем дальше. Что еще важно? Да, Маритам, Маритам, и вот это тоже может быть. Абсолютно согласен с тобой. Ну, и просто это уже такое, скорее больше к возражению. Ну, про возражение мы с вами говорим на отдельных наших тренингах, а здесь я вот больше, чтобы мы, итак, у нас уже сегодня четвертый урок, и я чувствую, что у нас не хватит нам времени, им нужно будет еще пятый урок. Ну, кстати, друзья мои, напишите цифру 5, если вы четко понимаете, что я не торопышничал, а так вот с расстановкой, рассказываю, разжевываю, отвечаю на вопросы, и мы сделаем тогда еще пятый урок, ну, для того, чтобы там, ну, не, можно поспешить, но что-то упустить при этом, и нормально, что я так подробно рассказываю. Хорошо, а если нужно быстрее пишите, быстрее, тогда, соответственно, я буду понимать, сколько у нас, каких людей. Ага, хорошо, все, вижу пятерки, только пятерки. Финальный пункт, про который я сегодня хочу рассказать, это результаты. Люди все равно, они не покупают упаковку, они не покупают полипринолы, они не покупают, там просто безопасность, они не покупают чьи-то кейсы, и там, GMP стандарт, а что они хотят купить? Они хотят купить результат, и результат себе, для себя, для своей семьи, поэтому очень важно, если вы будете рассказывать, не только про свои результаты, да, вечерняя рисовная сказка, не только про свои результаты, или чьи-то, потому что вы можете не попасть, если это такой прохладный разговор, человек не склонен, да, выдавать вам свои мотивы, особенно, если вы не доктор, да, даже доктору не все сразу рассказывают, пока там уровень доверия, там, не станет нужный, поэтому я проговариваю типичные результаты, типичные результаты от продукта, я говорю, смотри, их три типа, три типа типичных результатов, первый типичный результат, происходит в течение первого месяца, это второй тип результата типичного, это в течение трех-четырех месяцев, и третий вид результата, это в течение полугода и больше, о чем я и сразу говорю, что это продукт не разового применения, и чем более глубокий, чем более интересный результат, тем что, дольше тебе по-хорошему бы его использовать, потому что у него накопительный эффект, и первый результат, мы говорим, это результат по энергии, в течение первых трех-четырех-пяти недель 80% людей чувствуют улучшение сна, или засыпания, просыпания, фазу глубокого сна и прочие истории, чувствуют улучшение бодрости, что ты успеваешь все, и чувствуют улучшение когнитивных функций, память, концентрация внимания, как мы говорим, мне как будто экран протерли, то есть у меня какое-то солнышко заиграло, птички запели, травку я увидел зелененькую, это происходит в течение первого месяца, ну то есть разные облики энергии, вот три ее ипостаси, сон, бодрость, когнитивка, если человек использует продукт 3-4 месяца, то есть это сразу вы ему готовите, ну фактически это бизнес-ход, то есть вы продавать можете не один продукт, а сразу там 4 комплекта, например на 4 месяца, это фактически бизнес-ход, вот тут уже что-то есть по здоровью, помните я говорил в прошлом занятии, не лечим человека, но мы говорим про что происходит по здоровью, конечно вы можете обосновывать с точки зрения, что там работают митохондрии, что там поврежденные мембраны клеток и митохондрии восстанавливаются, полипернолами насыщаются, там кислородом клетки и митохондрии и так далее, но мы говорим смотри, чем лучше работает митохондрия, тем лучше работает клетка, правда же, чем лучше работает клетка, тем лучше работает орган, чем лучше работает орган, тем лучше работает весь организм человека, и это происходит одновременно со всеми митохондриями и со всеми клетками, вот с этим продуктом и с нашей программой, и просто в зависимости от того, какие у тебя повреждения внутри, ты можешь это почувствовать, можешь почувствовать, За 3-4 месяца уже происходит это. Либо увидеть на чекапах, до и после, если ты делаешь какие-то результаты. Вот это важный момент, который стоит обратить внимание. Поэтому одно дело, как ты чувствуешь тонкоорганизм, другое дело, бери и измеряй, проверяй называется. Ну и третий тип результата, это, я говорю, это антиэдж результат. Это когда мы будем говорить про уменьшение твоего биологического возраста. Как это будет выражаться? Это будет выражаться в то, что буду тебе делать комплименты. Тебе же не будут делать комплименты по твоему чекапу. Тебе же не будут делать комплименты по митохондриям, их же не видят. А они видят кожу, они видят волосы, они видят ногти, они видят глаза, они видят фигуру. Ну и какую-то энергетику, которая от тебя идет. Если ты увидишь, что у тебя стали лучше выглядеть кожа на руках, на лбу, на локтях. Кстати, на локтях, на коленках, на ушах, на шее, ну где угодно. То, что видно, то, что вы готовы показать. И вы понимаете, что это не вопрос косметики и не вопрос косметических процедур. То это следствие отражения каких-то внутренних процессов. И если у тебя это видно вот на коже, волосах, ногтях и так далее. Я даже про фигуру не говорю, про снижение веса. Понимаешь, какие потрясающие результаты у тебя происходят. Да, ты можешь пойти измерить биологический возраст. И ты увидишь, как он у тебя стал меньше паспортного и меньше, чем он был там полгода назад. Вот, ребята, вот эти вещи, в момент, когда вы их проговариваете, у человека могут возникнуть вопросы. И вы можете сходить в тот или иной результат. Но для меня это критично важный момент продаж. Я таким образом не продаю ему баночку месяц. Я говорю, давай тогда мы с тобой определим. А какой бы тип результата ты хотел? Вот первый, короткий, по энергии. Второй, более длинный, по здоровью. Или третий, стать более молодым. Какой люди выбирают результат? Как правило, средний. Ну, с кем доверия больше, выбирает, понятно, третий. А средний результат, это программа на 3-4 месяца. Вот такой, друзья, у нас получился сегодня урок. Что, тогда по вашей просьбе я теперь буду говорить, что мы делаем пятый урок по продажам. И, видите, чем больше мы говорим, тем больше у нас появляется интересов. И вы понимаете, какой огромный арсенал у вас существует, который вы можете пользоваться, рассказывая о наших продуктах, рассказывая о митохондриальном здоровье и зарабатывая на этом деньги. Все, пока. До следующего вторника, до следующего большого урока Войнова. Ну, а я бы хотел, конечно, получить вашу обратную связь. И вот в своих социальных сетях, пожалуйста, подписывайтесь, пишите там комментарии. Ну, и, конечно, в наших чатах, чтобы все, кто вдруг пропустил или запись посмотрели в виде вашей комментарии, ну, или пришли бы на следующие уроки. Да, спасибо большое всем, Маритана, Лена, Тиана, все, кто писал. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok